Всем доброе утро. Что-то у нас тут такое столкотворение. Людей столько внук вам. Вообщем, я уже отработала первую половину дня. Сейчас пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Чарли? Чарли? Это моя клиентка. Чарли, введи! Никуда он улетел. Ты не видишь, в какую сторону? Чарли? Че он есть-то? Чарли? Где он есть-то? Куда он улетел-то? Улетел, значит, ты деловой. Ты у себя дома, что ли? У меня муж сегодня куда-то по-моему собрался с сыном куда-то, не знаю куда, и сказал, что, может быть, не приедет на обед. Вот. А кто-то ко мне не приезжает на обед. Они такие, суки. То я готовлю себе что-нибудь вкусненькое. Такое, что он... Ну, могу есть только я одна. Блин, столько машин. И вот поеду в Лидл заеду. Мне нужно ополаскиватель купить для... Сейчас расскажу. Прям автотрасса какая-то. Машина за машиной вообще. Вот. Заеду в Лидл. Куплю что-нибудь, не знаю что. Но нужен мне ополаскиватель для рта. Я сегодня встала. В общем, у меня, по-моему, опять ангина начинается. Долбанутая. Я все думаю, почему нет прививок антангины? Я гриппом очень редко болею. А вот ангина у меня постоянно. Проблемы с горлом. И вот это, знаете, я... Когда мы в саун доходили... Что-то мне там все шлют и шлют. В общем, там фен такой был дурацкий, что он нифига не сушил. И я вышла с сырой, с мокрой головой на улицу. Ну и, видимо, вот... Пожалуйста. Горло сегодня встало. Болит. И там прям это... В общем, да. Беда будет, если что. Ничего не делать. Вот. И я кинула сегодня прополоскать горло. Ну вот этим. Холестерина, как он называется. А нету. Закончился. Заеду сейчас куплю. Ну и заодно, может быть, какую-нибудь вкусную еду. Еду себе куплю. Блин. Так. Так что вот быстренько куплю. Не знаю, только в какой вот в этом городе. Или в Матриле заехать. Наверное, там у себя заеду. У нас опять в понедельник праздник. Но в воскресенье будет все открыто. И мы с клиентами сегодня типа, в воскресенье все открыто. Я говорю, да. Но во вторник уже скидки начинаются. И ходить по магазинам. Потому что как-то не рационально, не рентабельно что-то покупать. В воскресенье, когда во вторник уже скидки начнутся. Я на скидки поеду не на следующей неделе. Но я поеду, поеду. А через неделю. Потому что у меня там кое-что уже есть. Отмечено, что я хочу купить. Так, ты едешь медленно, я побыстрее. В общем, да, есть кое-какие планы. Так что будьте на связи. И я буду на связи. Поехала я. Возьму маленькую тележечку. А то, знаете, потом, как всегда, наберешь и все в руках носить. Вот грибы. И что-то их сейчас не продают. Такие мелкие. Которые один раз фитачи, что ли, они назывались. Не помню. Так, а что мне надо? Мне вообще ничего не надо. Ну так, посмотрю. Какие-нибудь фруктики вкусные. Блин, когда дома все есть, ничего не хочется. Смотрите, это вот дыни. Ой, бляха, муха чуть не упала. Кстати, вкусно пахнет на один раз. Что же я хочу? Может быть, из рыбки что-нибудь? Даже не знаю. Сложный выбор такой. Когда ни хрена не знаешь, что ты хочешь. Поверьте, посмотрим, что тут привезли на этой неделе. Штаны спортивные. Кроссовки. Немцы тут ходят. Что-то холодно. Вот так я замерзла. Кстати, лифаны спортивные. Может быть, приобрести себе. Почем они? 13 евро. Но я хочу, чтобы, которые вот застегиваются впереди. Сзади не совсем удобно. Будем ждать скидок. Я кое-кде уже приметила. Где они есть? Леггинсы. 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 Народу столько. Купила себе вот такой рис. Он будет черный, с креветками и кальмарами. Потому что вот эти вот, вот эти штуки, это краска самого кальмара. Сейчас поставлю. За 7 минут все это будет готово. Смотрите, он какой белый. Ну, потом будет черный. Еще взяла два хлеба вот таких. Один с этими, с орехами грецкими, а другой вот такой с сыром. Моцареллы сделаю. Ну, не сегодня, конечно. С помидором. Вот такие сырки. Блидели начали продавать. Ванильный и малиновый. Не знаю, попробовать взяла. Еще на кассе стоял пирог, который я покупала. Он обалденно вкусный. Вот, он просто открыт вот так стоял. Ну, здесь все, как говорится, есть. Вот. И он обалденно вкусный. Просто, просто обалденный. Сейчас еще сделаю вот такие вот штуки. Ну, это как рыбный продукт. Такой, знаете, с креветками, с чесночком. Вот такие йогурты. Тоже они очень вкусные. В Лидоле взяла ванильный и груши. Прям кусочки груши. Вот такое молоко взяла. Оно недолгоиграющее, скажем, да. Вообще, вот сейчас в мире, не в мире, в Ютубе, по телевизору вообще что-то творится непонятное. В том плане, что то безглютеновое все надо есть. Глютен, там, для людей опасен. Потом, нет, не опасен. Нужен тем, кто просто, он, ну, как это, как это, глютен-то. Ну, типа аллергии, наверное, да. Кому он не подходит, то его не надо есть. А кто, у кого все нормально, то нужно есть только нормальные продукты. Потом с молочкой. Молоко людям вообще вредно. Это чуть ли там непонятно что. Молочные продукты нужно из своего рациона изъять. Потому что это вообще для организма это чуть ли не яд. Все, мы умрем. Блин, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот у меня вот такое вот, честное слово, это. Вот если мне не идет сахарозаменитель, он мне и не идет сахарозаменитель. Если, извините, кто-то дрищет с молока, то оно ему и не идет. Если у меня все нормально, переваривается. Даже говорят, типа, кальций молочный, он не переваривается. Пойду и выкакаю. Правильно? Если он не переваривается, вот как зашел, так и вышел. Я, ну, так, наверное, да. Поэтому, как бы, зато вкусненько. Угу. Поэтому говорю сейчас вот все молочко. Да что, я молочку не ем. Для моей кожи это очень, очень хорошо. Если, блин, у вас на лбу написано, что и гены у вас, и бабушки у вас, и дедушки, и мама, и папа в 30 лет были все с морщинами, никакие масочки, херасочки не помогут. Проверено. Кстати. Поэтому я не парюсь. Захотелось мне это, вот, сырочков. Купила и буду лопать. Да. Еще купила кефир. Потому что будем готовить, буду готовить или в пятницу, или в пятницу, нет, в воскресенье или в понедельник. К нам родственники придут, потому что здесь будет праздник королей, и они обожают мои блинчики. А блинчики я делаю только на кефире. Вот. Я не пробовала лидовский кефир, но должен быть нормальный, тем более он био. Но опять, все это био, эко, все это фигня на постном масле. Курицы желтые, курицы зеленые, все с одного огорода. И шоколад. Сейчас горяченький разогрею шоколадик и попью. Для моего горлышка это будет просто супер. А он у меня начинает заболевать, чувствую. Прям чувствую, чувствую, чувствую. Так что буду пить чай с лимоном и с медом. Не зря я вчера мед хотела, чай с медом. Так и не выпила. Надо было. Для горлышка было бы это моему зашибись. Вот так. Так что у меня сегодня на обед будет рис и вот эти штуки. Их тоже только разогреть на сковородке и все. Тут видите, 175 грамм. Это очень мало. Короче, муж у меня бы не стал есть ни вот этот рис черный, ни вот эти вот штуки. Поэтому, когда я дома одна обедаю, я вот делаю все вот такие вот штуки себе, которые вот, ну только на одного, да. Чтобы... А завтра тогда уже сварю капусту цветную и будем лопать капусту цветную. Вот что получилось. Черный рис и вот эти штуки. Ням-ням. Всем приятного аппетита. Вот иду и думаю. Кошечка лежит. Чарли все ищет. Где же вы? Где? Они могут найти их. О, все. Увидел. Увидел. Но. 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 Тирапая. Чарли. Чарли. Тирапая. Ай. Но. Но. Не надо. Там у них вода, все дела. Давай-давай. Иди. Я чего лавкать. Лавкать и хавкать. В общем, жду не дождусь, когда поменяю я свою, как это назвать, компанию по интернету. Вот. Потому что там мне вот с подругой разговаривала. У них намного дешевле. И очень много интернета. У меня интернета мало вообще в телефоне. Даже не знаю сколько. Но. И он у меня всегда заканчивается. Наверное, за две недели. Вот. И этот. Сейчас хожу в телефоне. Ну, такой интернет. Знаете, там по WhatsApp можно принять. Но не видео. А такие вот пишущие, да. СМС-ки. И вот хожу как дурак. Не в торис не зайти, ничего не снять. Ничего. Я бы могла поменять уже. Но дело в том, что они мне полтинник должны вернуть. Если я сейчас от них откажусь, то потом этот полтинник хрен вернешь. Ну, как его вернешь? Конечно, только за мороки. Они же тебе деньгами-то не возвращают. Они как бы списывают и с суммой, что ты должна заплатить. В общем, это столько мороки. И вот как только я вот в этом месяце буду оплачивать интернет, я сразу прямо на следующий день откажусь от них и перейду на другую связь. В общем, и будет у меня много интернета. И буду я ходить и все снимать. И буду я в сторис выходить в инстаграме. В общем, будет шикарно. А сейчас не на комментарии. Обычно я могу гулять, вот так на комментарии отвечать. Сейчас ничего я не могу. У нас тут ресторан. В общем, да, плохо без интернета. Сейчас мы такие зависимы. И не туда, и не сюда. Снизу. 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 Круто. Так вот. Снизу. Иностранцам. Ну, вот к себе я, например. Здесь у нас в нашей деревне работают. Отношения ко мне. Как бы, знаете, к кому? Как... Как к ребенку, что ли. Как к дитю, который чего-то не понимает. Вот. Да. Вот такое вот. То есть отношения. Как бы... Ну, как иностранцы, допустим. Не как там... К парикмахерши, которые здесь местные. А вот как именно к иностранке. Вот они так хотят поговорить. Так вот что-то показать. Как бы... Как вот, знаете, объясняют как ребенку какому-то. Вот. Что они все думают, что я плохо понимаю испанский. Или даже не в этом. У них, наверное, в самой голове так заложено. Что с иностранцами... Ну, они же с другой страны. Не хорошо язык понимают. И им нужно объяснять все вот так вот. Потихонечку. По ступенечкам. Вот так и ко мне. Как-то некоторые относятся. Вот хотят что-то объяснить вот так. Чтобы я поняла. Смотришь на то, что я все прекрасно понимаю. И не первый год, как говорится, замужем. Но вот такое вот. Вот это вот. Ну, это к теме отношений к иностранцам. Потому что здесь настолько многонационально, что, не знаю, плохого отношения просто не может быть. Не может быть. Потому что, ну, здесь, если не половина иностранцев, то, блин, третья часть точно. Так вот. И вот сейчас иду. Он вот, вот это, кстати, владелец ресторана. Это когда у меня, помните, видео одно было. У меня бабушка одна здесь ей плохо стало. У меня на работе. И вот я когда не знала, что делать, куда бежать. У меня же нет телефона скорой помощи. И вот я выбежала просто туда на улицу. И ему сказала, говорю, вызови, пожалуйста, скорую помощь. Он не только вызвал скорую помощь, но и сам прибежал. Сюда у меня тут были. В общем, такая грустная история. Потому что потом бабушка умерла. Ну, не у меня, а в больнице. Вот так. То есть, есть, конечно, и дураки, и дебилы. Есть. Вот один, например, в пекарне здесь у нас есть. А вот. Ну, я, знаете, я человек, как бы сказать, могу отомстить. Могу, если мне кто-то сказал плохо, и это было неправильно. Это было необоснованно. И чтобы не остаться в долгу, я могу отомстить, да. Какой-то конфликт, не помню, какой был конфликт. Вот прям там на углу. Я, по-моему, припарковалась, а он такой что-то выходит. Типа, это мое место. Я говорю, а где здесь написано, что это ваше место? Ну, вот он что-то начал там это. И что-то он мне сказал уже, не помню. Ну, я, знаете, я человек такой... Убеющий. Отомстить. И больно. И... Да. Ну, палец в рот мне класть не надо. В общем, что я сделала? У этой пекарни сейчас же все через интернет. Все можно... Тем более, если это не человек, а если это какая-то организация, можно плохо сделать через интернет. В общем, я залезла на их сайт. Сайт их пекарни. В пекарни у них там магазин. И, короче, нет своего имени. Сразу говорю, настрочила нелестные комментарии. Хи-хи-хи-хи. Пускай меня кто хочет, то это судит. Причем я не о самой пекарни плохо отозвалась, а о хозяине. Я написала, что, в общем, мало персона. То есть это плохой человек. Груб, грубиян. Ну, в принципе, всю правду написала. Вот. Мне еще потом и лайки поставили. Представляете? Вот так вот. Так что, да. Я, кстати, так делала еще раз, пару раз. Один раз мы приехали в какой-то ресторан. И нас просто... Потому что это закрытие было, по-моему, минут 45. Нас просто не посадили за стол. Хотя после нас были еще люди, их посадили. Не знаю, может быть, они были знакомы или что. Но не прям вот мы не будем вас сажать. А просто нас проигнорировали и не посадили за стол. Я также залезла на их страничку. В Фейсбуке, по-моему, у них страничка есть. Еще где-то. И написала там нелестный комментарий. Кстати, там тоже были комментарии такого рода, что, да, мы пришли и нас не посадили. Ну, я ему там настрочила, короче. Ды-ды-ды-ды-ды. Он вспомнил нас, но он не думал, что это я. Он написал, типа, обращение к моему мужу. Типа, мы уже закрывались. И мы не могли вас посадить. Я не стала продолжать эту тему. Но я неонечно тоже от них отозвалась. Вот. Поэтому, да, я так могу. Я такая, знаете, тихая, пушистая, мягкая, пушистая. Не, нифига. Я могу отомстить. И месть – это холодное блюдо. Я никогда не отвечаю, никогда что-то не делаю сгоряча, знаете. Я остыну, сяду, подумаю. И если у меня это в голове что-то крутится, 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 что вот неправильно поступили, что… Я вот всегда за правду, вот знаете. И вот, что там обидели или что-то вот… Они были неправы. Я найду, как… И как отомстить? О-о-о! Какая ваша месть? Какая… Люди как-то мстят или отвечают или вот как-то так. Так что, я говорю, здесь не все люди такие хорошие, мягкие и пушистые. Не-не-не. Здесь всего хватает. И просто не надо себя как бы давать бить, унижать, обижать. Ни в коем случае. Нужно всегда давать сдачу. Не в прямом смысле там кулаками махать и бить кого-то, а показывать, что ты не… Это тоже не лыком шито и тоже можешь за себя постоять. Мне кажется, так… А иначе на тебя потом залезут и хрен слезут. Ладно. Пошла я работать. Пришла с работы. Время… У меня есть минут десять. И поэтому я хочу себе сделать, знаете, чайный чай. Даже не знаю, как его назвать. Компот – не компот. В общем, помните, я покупала вот такие овощи. Кружка. Ой, овощи! Эй, овощи! Видите, знакомьтесь, это овощи. Ягоды. Сейчас немного их помну. К тому же поставила воду кипятиться. Так, у меня вот такие вот есть фильтры для чая. Я специально покупала. Но я туда сейчас стевию положу, чтобы она, знаете, не по всей кастрюльке вот этой вот не распространялась. И заварю себе побольше лимона туда кину. И какого-нибудь фруктового чая. Сейчас выберу. Такой, чтобы он, знаете, был приятный с полезным. Но не черный, потому что иначе я… А может быть, и ройбыш мне кину туда? Вот этот ройбыш очень вкусный. Да, вот я туда ройбыш вот эту кину. И вот этот банан с вишней, мне кажется, будет вкусный. Вот. И побольше лимона. Имбиря нет. Самое интересное, я ездила за этим заполаскивателем для рта. Ну, что вы думаете? Я его не купила. Блин, пипец. Потом уже такая думала… Какая, зачем? В смысле? А зачем я ездила? Вот так вот ездила я, называется, заполаскивателем. И не привезла его. У меня бывает такое. Я поеду за чем-нибудь. И приеду без этого чего-нибудь. И сейчас пойду в спортзал. Долго думала идти, не идти. Чувствую себя не очень, если вам так это по секрету скажу. Сказала мужу, чтобы он в аптеку заехал и купил мне что-нибудь. Что-нибудь купила бы мне. Так, давай, сыпься. Вот так в пакетик. Видите, он насыпается, вот так закрывается. Или даже не закрывается, он просто плавает. Почему так? Прикольная штука. Но я им редко пользуюсь. А вот сейчас вспомнила просто про это. Думаю, как бы сделать сладко, но не во вред своей фигуре. Фигуру надо сохранять. Блин, ее возьми. Сохраняется она с большим-пребольшим трудом. Ой, одного взгляда уже в шире иду. От одного взгляда на что-нибудь вкусное. Так вот, у вас тоже такое? Глядишь, некоторые другие едят, что хотят. А тут от одного взгляда уже в шире иду. Тут еще заболела. Ну, я думаю, сегодня схожу, а потом все равно будет праздник. Так, уже закипело. У нас понедельник тоже в праздник. Но в воскресенье все открыто. Кроме спортзала, естественно. Надоели, если честно, уже эти праздники. Сейчас быстренько. Потом приду в спортзал, и у меня будет вот такой вот чай. Прямо целый лимон забахан. Чарли, это лимон. Как Чарли слышит, что я что-то режу, он бегом ко мне. Чарли, это лимон. Это тебе невкусно. Так, кидаю туда. Овощи. Овощи опять хотела назвать. Эти. Ягоды. Лимон. Я прям порезала без доски, без всего. Времени нет. Скоро ответ. Вот. Сейчас все это перемешаю. Глинтвейн. И сейчас вот прям тока начинает закипать, я все это выключаю. И вот так вот стевию. Вот так вот. Топись, топись. 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 Так как получится. Ой, ну что ты запотела? Холодно что тебе? В общем. Сейчас я вам глазки протру. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. В общем, вот такая будет у меня вкусняшка. Блин, имбирь бы. Был бы кто здесь, кстати, совершенно. Ой, а чай, а чай. Ой, трындец-малдец. Трынды чиха, твою мать. Ну ладно, это сейчас закипит. Как раз в чай туда пили. Какой напиток у меня будет офигенный. Ой-ой-ой, все летает. Снег кружится, летает, летает. Блин, ну что я, я знаете, четыре года не болела нифига ничем. В этот год какой-то, блин, в Россию что ли съездила. Акклиматизация такая прошла или что, я не знаю. И витамины пила. Ну что-то, что-то, что-то как-то слабоватенькое я стала. Ладно. Потом приду, покажу вам, что там за чудо зелья и такое сделала. И будем пить, лечиться. Многое надо жидкости выпивать. Чаек, ну как пахнет. Пошла я спортом заниматься. Выпила лекарства, мне купил муж лекарства, я ему заказала. Заказ, скажем так, сделала. Вот, съем сейчас яблоко на ужин у меня и все. Потом компотик с утра. Вот кислятина, такой прям вообще кислый-кислый вышел. Ну, красивый. Ну, кислятина, зараза. Потом, может быть, попозже, где-то через полчасика подогрею и выпью. Вот, пойду масочку какую-нибудь нанесу на морду лица. И будем отдыхать. Влог как раз монтировать пойду. Так что ставьте лайки. Вот. И всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Блин, эти кудри. Пока-пока.